Данное видео содержит размышления автора. Автор оставляет за собой право ошибаться, а также менять со временем свою точку зрения. Приятного просмотра. Так, ну и что, дорогие друзья, всем привет! С вами я, Хорд. Хорошего всем настроения. Сегодня у нас осень. Завтра, кстати, тоже. Вот. Но это не повод не ездить на мотоцикле. Правильно? Правильно. О, загорается зеленый свет. Нам направо, конечно, могли и на красный проехать, но здесь плотненько. Фух. Насыщенный месяц. И курить брось. А точнее бросил. Вот. И, в общем-то, кофе пить бросил. Но тут отдельная история, потому что не бросить пить кофе, оно не получается, если бросаешь курить. Ну, ты либо бросаешь кофе, в том числе, либо не бросаешь курить. Тут они, иначе, увы, не работают. И, в общем-то, и с мотоциклом секса поимел. Потому что, ну да, было дело. Не без этого. Например, у меня вначале колесо я проткнул себе заднее. А заднее колесо на драге это геморрой. Вот. А во-вторых... А во-вторых... Что у нас во-вторых? Да. А во-вторых, подшипник редуктора сдох. Но это уже вчерашний день. Блядь. Что в гонке со мной играть собирается или что? Не понимаю. Странный там просто товарищ был. Я чуть вперед подался. На самом деле, просто чтобы не было слышно там, че я в камеру там ля-лякаю. И он такой раз за мной. Странный товарищ. Че. Ну вот, как бы очень весело провел время. Вот, теплая осень. Вчера был дождь, сегодня дождя нет. Сегодня ехать вообще кайф. Вот. Все, по велосипедистам мы сбивать не будем. Старое правило. Выше скорость, меньше ям. Да? Погнали. Ух ты. Стелла упала. Паше стелла. А мы не увидели наверняка. Вот это минус такой записи. Как бы, все-таки, как ни крути, я глазами там цепляю. я вижу намного больше, чем потом есть в камере. И там уже озвучиваешь, уж это озвучиваешь, пустоту ля-лякаешь. Потому что уже вроде бы и не актуально, да? Информацию даешь. Куросяк. Да ладно, неужели удастся проехать нормально? Пробок стало меньше. Можно даже ездить на работу с работой. Я просто смотрю, что до недавнего времени проехать-то было почти невозможно. А тут прямо... Интересно, если автобус резко остановится, велосипедиста становится... Велосипедиста становится... Просто так, мысли вслух. Потому что он так смело реально едет за ним впритык. То есть он уверен в себе вот больше, чем я в нем. И больше, чем я уверен в себе. Потому что я себе так ездить бы не позволил. Мне страшно. А, кстати, слово на тему. Ну, в общем, договорился я с дядькой одним. Что он уже вот прям такой... Я хочу забрать мотоцикл. Там прям вот... Бросай все дела. Встречаемся с тобой, умрео. Прям вот даже и подъезжать сотреть не буду. Мне он так понравился. У меня на него стоит. Там все дела. Ну, я дебил на это дело повелся. И приехал, взял отгул. Приехал в мрео. Ну, он приехал, во-первых, с опозданием. Так что мы уже, в принципе, ничего не успевали. Еще и так смотрят, типа на мотоцикл. Говорят, а я его себе не так по фото представлял. Ну, ребят, вы меня, конечно, извините, но у меня фото, сделанные на телефон в солнечную погоду. Мотоцикл как он так есть. То есть, это не то, что... Никто особо с фотками не заморачивался, что оно во что-то будет заблуждение. То есть, если ты себе его никогда не так представлял, ну, блин, ну, странный типок, значит, ты. Или у тебя очень хорошая фантазия, потому что на фото было именно вот раф, то есть, беспрекрас, как есть. Как бы, как следствие, я просто время потерял с этим мужичком. Ну, честно, оно как бы не жалко, да? То есть, время просто жалко потерянного. Ну, и то, что отгул на работе брать пришлось, как бы. Когда надо будет, потом хрен отгул возьмешь. Для себя сделал несколько выводов. Кстати, если вот будете продавать технику, неважно, машину, мотоцикл, еще что-нибудь, не суть. Вот есть человечек, хочет купить, говорит, мне вот нравится, пиздец, прям торчу, хочу и так далее. Он приезжает к вам по адресу, он смотрит. Если это что-то большое, он оставляет залог, если он собирается купить, то есть, вносит предоплату. Иначе, вы его подгоняете просто под свой график. То есть, даже не пытайтесь, в общем-то, пойти этому человеку навстречу. Увы, так не работает. Потому что вы только потратите свое время. Вот. И потому что я уже к одним людям для посмотреть мотоцикл на нем приезжал. Типа, ну да, вот я такой дурак. К другому, к вот этому, к МРЭО договорился. Вот я сейчас реально понимаю, там, хочешь посмотреть мотоцикл, вот у меня есть такое-то время, подъезжай, смотри. Нет, до свидания. И с машинами надо точно так же, в общем-то. Но если вы, понятное дело, отчаянно пытаетесь впарить технику, то, наверное, нет. А если, как я, продаете просто потому, что можете и не продавать, и не торопитесь продать. И проблем с техникой нет таких, чтобы вот избавиться от нее побыстрее. То уж точно так делать не нужно. Я на эти грабли наступал, наступил, вам наступать не советую. Сомнительное удовольствие терять время впустую. Сомнительное удовольствие